Затон. Так исторически сложилось, что поселок периодически страдает от паводка. Все мы помним ситуацию прошлого года, когда поднявшийся уровень воды побил все рекорды. Был более 740 сантиметров сильнейшее наводнение. После этого из Барнаульской Венеции расселены 200 семей. Не только дома в опасной зоне Елене Пойдиной и ее коллегам из штаба по подготовке к паводку нужно обойти всех жителей Затона. Сегодня привезли специальные листовки. Здесь есть инструкция, как вести себя в чрезвычайной ситуации. К примеру, заранее собрать все документы и ценные вещи, оповестить соседей о ЧП. А также даны телефоны всех экстренных служб. Я точно с 59-го года. Я все жду и жду весну. А она потом скажет. А я думаю, что нынче не затопит. Подобного оптимизма не все жители разделяют. Дом Тамары Матвеевны в прошлом году серьезно затопило. Вода в жилище поднялась на полтора метра. Вот и в этот раз есть опасения. Значит, и свой план действий. Убегать побыстрее. Чтобы не ждать ее. А тут через окно вылазили. Несмотря на то, что большинство затонцев на собственном опыте знают, как спасать имущество, разъяснительную работу специалисты считают необходимой. Говорят, в экстремальной ситуации любой человек может растеряться. И под рукой всегда должна быть памятка. Жители просто, когда мы им вручаем памятки, несерьезно относились. Говорили, что мы много лет здесь живем. А потом, когда случился павод, говорили, что нас никто не оповещал. Мы не знаем, мы не в курсе. А вот мы вручаем на самом деле это ежегодно. И здесь все подробно описано. В Затоне уже посчитали количество беременных женщин, инвалидов, тяжелобольных людей, детей. Определяются с пунктами эвакуации. В Центральном районе утвержден план мероприятий по пропуску паводковых вод и подготовке к паводку. Сейчас, к примеру, занимаются вывозом снега. Практика показала, что те работы, которые необходимо выполнять своевременно, это вывоз снега, в том числе и с территории частных домовладений. Это обязательства собственников индивидуальных жилых домов. Это ворошение своевременного снега. Это создание водоотводных канавок. В Центральном районе, сказал Юрий Еремеев, знают все слабые места. Лебяжье, Бельмесёво, Кирово и другие. Здесь нужно будет организовать работы по отводу и откачке воды, поскольку в первую волну ожидается еще и подъем грунтовых вод. На противопаводковые мероприятия району в городском бюджете предусмотрено 4 миллиона рублей. Но власти еще раз подчеркивают, жители не должны оставаться в стороне от этой работы. Спасение утопающих – дело рук и самих утопающих тоже. Лариса Куренкова, Александр Антропов, информационный канал «Город».